Давно искали перспективный проект, на котором можно отдохнуть с интересом. КРП – это проект, на котором ты сможешь реализовать любую профессию, начиная с городского рабочего и заканчивая губернатором. Кастомная карта и системы, которых ты не найдешь у других – это то, что позволит вам качественно отыграть РП и получить максимальное наслаждение от этого процесса. Отзывчивая администрация и еженедельное обновление ждут именно тебя. Скорее, присоединяйся к нам! Не, ну вы чё, на приколе, опять про промокод забыли? Скрипач! Промокод в описании. Так, ну чё, я стал продавцом оружия? Посмотрим, чё у меня там по голосу. Что по оружию я могу носить? НЛР, нон-РП, таблица оружия. Продавец оружия может носить вплоть до пистолета. Спецоружие – это шо, блядь, вообще? Ну, спецоружие – это шо? Нон-РП ган. Так же присутствуют некоторые донатные оружия, которые разрешены почти всем профессиям. Таким оружием является арбалет, мины, гранаты, ковбойка, АВП и гипершотган. Такое оружие будет записано как спецоружие. Делор я могу носить, ковбойку – могу. А, ну всё, спецоружие. У меня есть холодная катана, гранаты, ковбойка и Делор, которые я могу таскать. Заебись. Заебал ты мне звонить уже. Опять попрошайничать будете у меня, блядь, кредиты. Лицом к стене раз, лицом к стене два. Лицом к стене два. Да иди нахуй. Фу, блядь. Пошёл нахуй, чёрт. Эх, два арендовать, да не-не-не, этот магазин не подходит под... А кого я пизданул? Кегу, бандита? Серьёзно, блядь. Или кого? Где можно магазин построить? У себя в шопе. Дошутишься. Что вы, куда это? И небо его сломают. Ты есть дискорс? Ты раз, закрой. А мне перегон. Так, стихи. Что, перегон там? Мужики, забудьте про это. Пошли со мной, милочка. Как будто у меня армия торгатова была... Понимаю, самозащита, но... Серьезно варьировалась, не видела этого. Нет. Ты за что его сейчас банить будешь? Самозащитная... Нет, я просто спрашиваю. Вот он он. Всё, может, он меня спровоцировал. Оскорблено. Я вот тогда его забираю. И я его предупредил. Всё, я его забираю. Он не послушался и полез. Что такое? Он меня спрашивает, где можно построить магазин? Чё, 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 получил? В жопе можешь построить? Говори, щас зашутишься по хлебальнику, получишь там слова. Потом я подхожу, говорю, услышь, что ты там сказал про махи? Я сказал, сломаю ЕБЛО? Да. Ну, я и сломал. Я слово держу. Я это прикину. Потому что я тебе даже ничего так не сломала, чтобы... Хули ты лезешь на рожон. Ну, если судя по православным тебе не было, то есть он причин его убивать. То есть вы по оскорблению наделались, а то он достал кулаки и просто, грубо говоря, ударил мимо. Но он под себя не попал. Бля, там типы проманики говорят. Ты шо? Там типы проманики говорят. По-любому это какой-то нелегал. Если я его трону просто кулаками, меня еще и ограбят, блядь. Ну, в данный момент он тебе представлял какую-либо угрозу твоей жизни? Конечно. Я в гетто нахожусь, и на меня чел лезет с кулаками. В чем была проблема его? Просто поставить лицом в сне? Отойти на безопасный расстояние? В смысле, в чем была проблема? Какой безопасный расстояние? Вблизи ко мне находился. Куда я отойти смогу? Я стоял у людей и спрашивал, где мне магазин строить. Ну, предположим, вот такая ситуация, я направил на себя оружие. Ну, точнее, вот я с кулаками стою, я промахиваюсь. Ну, типа рядом с тобой просто. Ну, а он лезет дальше на оружие с кулаками, ты понимаешь? Нет? У кого тут еще нарушение? Нет, ты достал оружие, когда я вот так вот к тебе подошел с кулаками. Ты уже потом достал, и начал мне вот так вот стрелять. Ты ударить меня пытался, но ты не попал. Но ты все равно шел с кулаками на чела, у которого ствол. И тебя предупредили. Но у тебя он не был в руках. Тебя предупредили. Тебя предупредили, говорю. Тебя предупредили. Чем ты недоволен? Ты язык свой распускаешь, потом получаешь по еблу. Чем ты недоволен? Дошусь еще и хребальник сломать. Я тебе сказал, я тебе ебло сломаю. Я тебе сломал его. Че ты лезешь-то? Я спросил нормально, ты мне ответил таким образом, и я тебе так же. Ну, сейчас мы так посмотрим, мы уже даем вердикцию. А подожди, у меня вопрос такой. Слушай, а у него ж не было этой причины на меня лезть с кулаками как таковой. И это уже считай не РП ситуация, потому что у него тоже нарушение значит будет. Кстати говоря, вот этот вот аргумент, который вы только что услышали, я придумал не сам, а мне его подсказал один из моих подписчиков в одном из прошлых видео. Так, смотри, у меня дубой. То есть, он полез кулаками, при этом он тебе не наносил никакого урона. Ты достал рожей, его убил. Ну, если бы я не отходил и стоял тупил, он бы мне нанес урон. В смысле, это чел на меня полез сам, это первое, без причины. И он начал меня оскорблять тоже, без причины. Это второе. Я тебя оскорблял, страшно слышу, что я как-то назвал. То есть, ты не говорил ничего такого, что могло бы меня обидеть? Ага, а 2 секунды назад я сказал, что я тебя обживал, да. То есть, ты не говорил такого, серьезно? Он сказал себе по его демке, он сказал то, что, ну типа, извиняюсь за выражение, построил магазин у себя в жопе. Ну и че, это нормальный ответ? Я тебе сейчас скажу, разбери жалобу у себя в жопе, че, тебе не обидно разве будет или же не неприятно? Я такого не скажу, как минимум, потому что я адекватный. И со мной адекватно говоришь. Я его предупредил. Ну так и у тебя, значит, тоже не адекват, как минимум уже. Вот ты и ответил на свой вопрос. Ну, смотри, сейчас уточню мои вышки. Оскорбление игрока человека, а не персонажа по РП на основе его личностных качеств. Он мои личностные качества не мог никак знать. Ну вот, сзади жены, посмотри. Подойди к ней, смотри. Ситуация такая. Вы стоит продавец оружие. Убивать человека за то, что он тебе кулаками ни разу не попал и нанес меньше 20 урона, его расстреливать ковбойки, это не реально, не тупо очень, короче. Да. Вы понимаете, нету, что он неадекватный. Я стою в гетто районе, ко мне подбегает какой-то чел к толпе, где я спрашиваю. И говорит о том, что вот, построю магазин у себя в жопе. С какого хера он так со мной разговаривает? Я ему первый раз текстом сказал то, что, ну, дошутишься, я тебе ебло сломаю. Я его предупредил, понимаешь, я дал ему угрозу. Я его уже перед фактом поставил, что я вот эту хуйню терпеть не буду. Он все равно полез со мной драться. И если бы я просто бы не отходил, то он бы все равно нанес бы мне какой-то урон. А потом, возможно, еще и ограбил. Вопрос. Почему я должен, как, не испытывая угроз каких-то к жизни, ну, тупо потому, что он не попал, не нанес какого-то урона. Но сам факт то, что он спровоцировал это, и он это начал сам, и он это продолжил. Почему я тогда в этом случае виноват? Идет такая фишка, что если человек тебя бьет кулаками, ты его можешь расстрелять с любого оружия, когда тебе наносится больше 20 урона. Блин, ну он раза два-три махал кулаками, это на демке видно. Если вы смотрели демку, это понятно по демке. Ему просто вот повезло в этот момент, то, что он просто по мне не попал. Но то, что он махал просто по воздуху, чтобы напугать меня, ну я в этом очень сильно сомневаюсь. Он же по тебе никакого урона не нанес? Ну, ты понимаешь, потому что я отходить начал и достал оружие, вот поэтому он не нанес. Но он шел на оружие, когда я его уже достал, все равно. Тем более я нахожусь, понимаешь, в гетто. Там стоят не только вот этот вот бандит, там еще стоят другие челики. И они стоят о чем-то труд, возможно, нелегальном, как я понял. Да, блядь, это не гетто. Если он бежал на оружие, то у него феррер фенал, хотя в том случае тогда идет фрикил. А что фрикил-то? На меня чел накинулся, я сделал превентивный удар по нему сделал. Ну, превентивный удар, ты его убить не можешь, он тебе никак урона не нанес по факту. Бля, ну он собирался это сделать, ты понимаешь? Нет, тут то же самое, что если бы я, к примеру... Собирался и сделал, это два времени. Там, где у вас находилась потасовка, это общественное место. Ну так а хули он в общественном месте на чело лезет драться? Слышишь? А у меня вопрос-то, а что ты на чело в общественном месте лезешь драться? Кто не запрещает, тем более можно один раз ударить... Нету причины у тебя нормальной, у тебя нету причины нормальной, ты провокатор. Ты провоцируешь своей речью таким образом. И сам потом еще лезешь, я бы понял, если бы я после этих слов сам на тебя полез с кулаками и отлетел бы. Я тут был бы сам виноват, но я тебе ответил так же, как и ты мне. И ты в итоге достаешь кулаки и пытаешься со мной подраться, нанести мне дамаг какой-то. В общественном месте, зачем? Да, я тебе сказал, дошутишься, ебло сломаю. Я тебе сломал, сломал. Ну вот причина была, к тебе лезть с кулаками. Причины нету, это семья тебе на ровном месте подошел бы и сказал это. Тут нет фрикила, соглашусь. А это кто сказал, вельмешка? Ну я пересмотрел сам демку, это мой вердикт. Я пересмотрел его сейчас, это слова, я все же подумаю, чтобы не ответила. Мне все же кажется, есть предпочтение в реальной жизни. То, что ты делаешь, ты спросил за кого-нибудь. Кажется, крестись. Все, жалоба закрыта, ситуация исчерпана. Я тогда пойду. Жалобу закрываю. Если у меня что-то не понравилось, там, перезадай жалобу. Пусть другой админ примет. Может, он уже внесет другой вердикт. Бля, если он еще раз подожжал бы. Слежи за тобой. Слежи за мной. Ты что, совсем дебил, блядь. Как со мной разговариваешь? Ну и нахуй ты это делаешь? Ты классно разговариваешь? Ну ты вот скажи, зачем ты это делаешь? Давай еще пару раз ударю, и я тебе пиздану точно. Ну вот вы понимаете, насколько мерзопакостное уебище на бандите мне попалось в этот раз. Русский язык поистине богат, но даже его мне не хватает, чтобы описать свое отношение к таким людям. Я вообще сомневаюсь, человек это или нет, ну потому что, блядь, он теребит свой корнишон на животных. Я это потом в течение ролика пруфану, запоминайте. К слову, этот ублюдок уже нарушил армию ТРП, а также фридамаг, потому что сперва он меня ударил без особых на то причин, а теперь он тут начинает меня грабить, прямо в подъезде жилого дома. Какое тут их несколько? Вот кэр, который сзади тебя, альтоксинера. Два. Ну, я стою и так. Убрасывай под ноги, 10 тысяч под ноги выбрасывай. Ну вон, смотри, под ноги. И еще, ребята, не забываем то, что я изначально заходил сюда поиграть за продавца оружия, а именно поотыгрывать РП оружейника. Посмотрел в сумку, слэшми достал что-то из сумки, застегнул сумку и так далее. Тогда мне еще не пришла идея в голову создать умный дом. Но вместо этого я снова расхлебываю кашу с долбоебами вроде этого. Ну просто пиздец. Я не знаю, как это получается, когда я реально захожу поиграть за РП профессию, то я снова попадаю, сука, на админ жалобы. Скрылся, наконец-таки. Парни, пармезан. Ну я теперь могу этого дебила, во-первых, пиздануть заслуженно. Ну вот он, скажите, он как, ебнутый, он обиженный или да? Ну ты совсем ебнутый, что, блядь, такое? Опять жб подал, ну... Я не пойму, какой он ролик неправильно, блядь, мой смотрел, чтобы провоцировать кого-то на что-то. Ну вот как, блядь, нормально? Нет, все у него. Я хочу себе нормальный домик подойти, найти подходящий под магазин оружия. Жб на меня, блядь, подав. Нет. Пусть сами тэпаются, заебалу на меня можно. Ммм, я тобой на себя жалобу могу забрать. Так, смотри, да, ты достала ковбойку возле фонтана, что является общественным. То есть ты показала... Это тоже не Герта район. Да, что на этот раз ты нелось, лизнешь, как слизень из жалобы. И тебя, наконец, из жалобы. Выздоравливай, пожалуйста, блядь. Смотри, он мне показал демку, где ты реально стоишь руль, ну, как бойку. Это все, что он показал. Он еще, конечно, хотел на тебя фрекил накинуть, но там, по большей части, из того, что ты его... Он хотел с арестовать его. Это все, что он показал? Ну да, так-то да. А, да? А что ты не показал то, что ты НЛР нарушил, спровоцировал меня прямо в людном месте, снова начал меня бить кулаками? У меня до сих пор ХП 83%. А, это было на вокзале, вокзал это этот... Нет, это было не на вокзале, вот это было на полянке. А ты демку покажи? Ты же демку показывать любишь? Ну демку возьми, покажи, посмотрит. Ты видел вот это? Нет, не видел. А что ты обманываешь? О, еще и обманы есть теперь. Но я же жалуюсь над военные нарушения. Ну так, показывай демку-то до самого начала. Сейчас. Я тебе сейчас давай объясню, перед тем, как он покажет демку. Мы выходим с жалобы, которую он на меня подал, потому что я его пизданул уже один раз в сковбойке. А предисловие, он меня сам спровоцировал, я спросил вежливо, где можно отстроить магазинчик с оружием, он говорит, у себя в жопе. Я ему сказал, дошутишься, ебло сломаю. Он полез на меня с кулаками, я его убил за это. Далее. Нас забирают на ЖБ. Я нормально постарался объяснить, что виноват в этом не я. И после того, как он начал вот так вот провоцировать и лезть с кулаками, ситуация в принципе из РП вышла. Я ему демку показываю, там ни хера не слышно из-за тебя. А что ты мне рот затыкаешь? Смотри демку, я слышу его. Да, тебя пока что никто не слушает, меня, меня как бы чел выслушивает. Так что заткнись нахуй. Так вот, в ходе разборки было доказано, то что я не виноват, я его за дело убил, ибо нехуй провоцировать и язык распускать без толку. Вот. Мы только-только выходим с жалобы. Он говорит мне про то, что я буду за тобой теперь следить, я за тобой слежу. Хотя у него начинается новая жизнь, как он помнит вообще, что происходило в прошлое, не знаю. Я ему говорю, ну слежишь, но слизывает она. Да, 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 да. Да, потом мы немножко отошли к этой полянке, он достает, получается, кулаки, бьет меня один раз, начинает демонстративно микрофон свой заплевывать, и дальше пытается меня грабить в этом, в отеле. Прямо в подъезде отеля, ну, это ж общественное место, нет? Вообще, по сути, смотри, там, порно-ситуация, вообще, по сути, да. Ну, вот, в отеле он меня начинает грабить, угрожать мне оружием. Да, там, отель, пусть, это... Я решил до мокрухи не доводить, и просто достал катану, убежал, чтобы, ну, не обходиться лишней кровью. Тем более, бля, я продавец оружия, я пытаюсь начать свое дело, а этот еблан мне мешает, извините за выражение. Так вот. Он потом берет, доносит на меня менту, типа, у меня там катана, у меня там еще что-то, и за мной начинает погоню мент. Я достаю катану, чтобы просто не мочиться с ними, и убегаю. Ну, дальше я понял, дальше я понял, он это рассказывал. Ну, да, дальше я просто в очередной раз его встречаю и понимаю, что, ну, хуй, я от них отвяжусь. Ну, что мне делать? Вот за мной там два чела увязалось, два меня запомнили, вот этот вот дурачок, и полицейский. Надо же их как-то убрать, сбросить с хвоста, чтобы новая жизнь у них началась, и меня уже не знали. Я их и пизданул. Что ты, блядь, еще хочешь мне привязать еще? Давай все правила, которые есть еще, назови. Помолчи. Иначе что, ты опять на меня менту, блядь, пожалуешься? Я посмотрю, я посмотрю и узнаю. Сука, вы понимаете, на что он давит? Он говорит то, что у меня есть обман администрации, потому что я сказал, что меня грабили в отеле, а не в пятиэтажке. А это, сука, одно и то же. Если бы я сказал то, что меня укусил Камара, на деле меня бы укусила Камариха, и мне бы за это вписали, блядь, какой-нибудь, не знаю, обман. Это ебло пересмотрело все ролики по админ-тематике, которые выпускают на русском языке, и решил делать точно так же. А в итоге что? В итоге он стал просто примером того, как не нужно играть в гаррис мод. А ты ли есть пятиэтажка? Ты что, совсем дурак, блядь? Ты пытаешься так глупо меня слить с сервака? Ой, ладно, я не хотел, блядь. Я хотел реально за оружейника поиграть. Ну какого хуя? Ну еб... ну ебаный в рот, блядь, просто. Что там по правилам есть? Как мне его расхуярить, а? Давай-ка моя шиза, помогай. Да, хорошо, но у меня есть одно предложение. Какое? Да, это не тебе предложение, я тут вообще ничего ебать не должен. Ты же решил докопаться и заправил. Улитка, открыть профиль. Может, у него аккаунт есть там какой-нибудь? Ебать ему, чё, кореша, блядь, плюс репы накидали. На вакбани на аккаунт. Серьёзно, сука. Русские сюда. Кора. Клан лисов. Кто хочет стать лисом, должен пройти обзвон на тест. Здесь только те, кто уважает, любит, дрочат на лисов и всё в том духе. Слышь, ты чё, зоофил, что ли, сука? Не, я понимаю, там, фуд-фетиш какой-нибудь, блядь, связывание, придушивание, ну, сука, дрочит на лисов, ну, это пиздец, аж хуеть. Ну, вы видели в тиктоке ролики, какие лисички милые, просто мимими, блядь, как они классно вот звук издают, когда они там то ли лают, то ли ещё что-то такое. Ну, как, блядь, на это можно дрочить? Алло, лисоёб. Так, я тут. Алло, лисоёба, говорю, ты чё, на животных дрочишь, зоофил, сука? Так, я Демко посмотрела, там насчёт этого, да, у вас слуха, у тебя возле фонтана, у него в пятиэтажке. А, это не всё, я единственное, что нарушил, это арминь, правильно понимаю, да? Да, да, да. Там ещё раз получите мнение о катане, то, что ты её больше 20 секунд бежал. Ну, хз, я когда оторвался, я её убирал. У меня смысла нету бегать с катаной из-за оружейника и светить её на весь город. Я пытаюсь нормально, бля, магазин себе найти, этот еблан не ходит, мешает лисоёб. Ну, так, дальше можно, пожалуйста, что там ещё было? У меня по нарушениям дрока армит, правильно? Да, у тебя дрока армит. Ну, да-да, к нему перейдём, он вот пытается мне каждую хуйню навязать, как нарушение, типа, вот, я говорю, отель, а это было в пятиэтажке, ну, вижу. Нет, в АВЗ, я не знаю, я не вижу этот смысл. Что такое? Вот в заблуждение? Да, вот в заблуждение. Я тебя сейчас также могу предъявить, вот в заблуждение ты греши, это было в пятиэтажке, а я тебе говорю, это было в отеле. Нет, это в любом случае было в доме, так что в АВЗ я тут... А, ты хотел ещё, кстати, вот ввести в заблуждение администратора тем самым, что ты с самого начала не показал демку, ты показал то, что было выгодно тебе, чтобы ничего у тебя не нашли. Ну, так же аналогично. Будет ввод в заблуждение, да? Это считается, как вы его задав. Прикольно. Так, а меня не просили? Слушай, ну тебя ж не просили дрочить на лисов, но ты ж всё равно дрочишь. Так, выносим... Алло, лисичкин друг, блядь. Не-не-не, сейчас, да нет, тут ещё до вердикта далеко. Потом, оскорбление, ввз, оскорбление... Ну, смотри, ввз, я думаю, максималка 12 часов. Оскорбление это только... Не, ввз я не буду... А, там... Да ну, бля, он... Не, ну, хорошо, я не отказывался от своего нарушения, но... Представь, если бы я был дебилом, и я бы не сказал про всю ситуацию изначально, и начал бы просто отпираться, как мог. Я же тебе полную картину рассказал. Без меня бы он бы тебе не показал всё, как было с самого начала. Вот, у него также нарушены 27.5. Любое унижение игрока, как в РП, так в нон-РП процессе. Кто вообще по максималке ввз даёт? Так ты меня унижил, да, срежняк? Слушай, ну, вот для меня лично, унижение моей персоны, находиться с тобой, сука, на одной крыше и вести диалог. Меня это оскорбляет очень сильно. Я это терпеть не могу. Если админ не выдаст это, я выдам сам. Потому что ты мерзкий, сука, и противный. Смотрите, смотрите, то есть у него ввз плюс 27.1. И плюс этот арбитр. Нет, он рус никак не оскорблял. Считается ли это ввз? Это считается, я сегодня разговаривал. Или вчера, ну как-то помнишь? Когоди, а вот я не разговаривал, я этого не знаю. Джорно, смотри, когда администратор показал демку там, где я человека харкаюсь, это считается как возоблуждение? То есть от самого начала, там, где я показала только нарушение игрока, а то, что я его грабил... Алло, лисоёб, ты не понимаешь? Ты сейчас потрачусь за вас в лучшем заблуждении ввести. Смотри, я администратор показал демку. Я показала админа только... Алло, лисоёб, ты наебать пытался, я тебе говорю. Чтоб тебе ничего не выдали. А у тебя в итоге теперь вот заблуждение. Ты улетишь на бан еще больше, чем я. Администратор мне Джона сказал, что только что прочитала Брабла, отрегулируешься вот в заблуждение, и там у меня нету возоблуждения. Там ничего не написано про демку. Кто тебе сейчас сказал? Данил, кто тебе сейчас сказал или спрашиваю? Секундочку. Да, что? Живана, смотри, он тебе только что-то набрать, он сейчас... Он мне набрал уже. Вот, возоблуждение, он не показал часть момента, где он нарушил свои правила. Он показал мне только часть момента, где вот данный человек... Ну слушай, смотри, я постоянно... Че ты отмазываешься, я не могу понять. Благодаря... Благодаря... Че ты отмазываешься. Насчет ограбления в пятиэтажке. Пятиэтажка является с первого по третий этаж общественным местом, если открыта одна из дверей, которые находятся... Главный вход и задний вход. Если одна из них открыта, то это уже общественное место. Четвертый, пятый этаж, это не общественное место. Тогда у меня нету... Тогда у меня нету армии ДРП. Нет, есть, потому что все двери были открыты. Я выбежал, когда... Я когда выбегал, понимаешь, там они были открыты, я за собой их закрыл, когда сбежал с катаной. Улитку у тебя снова вызовет. Блядь. Ты грабил его вообще... Ты грабил его в пятиэтажке? Алло, Шизик, который на лисичек дрочит. Алло, ответь мне. Нахер ты это делаешь? Ты себя глубже закапываешь. Не твой уровень. Сейчас я не армия ДРП, а 3.9. Криминальные действия в общественных местах. И ВВЗ еще, потому что он даже сейчас пытается напиздеть. Он не знает даже уже, что делать. Любой окон в цвет администрации обман в администрации. Ой, блядь. Это не деставерные факты. Ребят, вам еще нужны доказательства того, что потерпевший... Я здесь, как минимум, а не он. Как это выглядит на стране, где я его грабил. Там, типа, небо, окон... Сука, да ты глупый. Ты что, не понимаешь, что ли? Вроде. Между первым и вторым этажах. Вроде, если это так называется. Вроде. Алло, лесодрочер. Улитка. То есть, первый этаж там, где дверь есть, квартира, а не там, где дверь и вход. Ты себе глубже яму копаешь. Я... Я не сложно, короче, объяснить. Там есть две квартиры и больших... Ладно, я понаблюдаю за этим. Это цирк, блядь. И спуск вверх. Жаванна, смотри, ты сказал то, что действия криминала в общественном месте, когда будет открыт главный вход и... Вы мне только что по-другому немного объяснили. Вход, который этот был задний, да? Так ты сказал сейчас? Ну, давайте я просто покажу, вот, какой... Да, смотри, ты можешь кричать в хорошее. Смотри, смотри, Жаванна, на демке все видно, за то, что там был приглавный вход на счет заднего... Ну, так о чем проблема, просто банила. Объясню, мы его нарушили не забанили. Ведь, как у тебя волосы... Да что ему объяснять, это никто и не понимает. Что он даже не понимает руку с начала? Что объяснять, челок, который на животных дрочит, сука, что ему объяснять? Так, все. Вы его группу посмотрите в стиме клан лисов, блядь. Это клан лисов, здесь только те, кто уважает, любит и дрочит на лисов. Хорошо, все, сейчас, митбул, я вас баню, буквально здесь будет зарпит, а вас, улитка, баню более чем на 5 часов за несколько раз на БЗ, а также... А вы уже не стакаете? Десять, конечно. Да, дайте я максималку, блядь, даду, 12 часов. Увидимся завтра. А, ну не стакается, но я сам буду доказать. Ну давай 12 тогда, он уже несколько раз-то правила нарушил, пока пытался меня очернить. Подожди, пока вот его не баню, вот улитка. Дань, 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 Даня, Дань. Ну, тебе надо было вот за мной бегать, меня заебывать, а? Таро, закроем битсу без... Фу, дебил. Выдается, как, 3-600 секунд. Дань, ну чё ты начинаешь оскорблять меня, зачем? Я не говорю про родных, я просто сказала, ты без... Ты только что... Это альбанск, что-то уже как-то... Не надо, подождите, не надо, подождите, ебать их. Дань, ну послушай, я же с тобой нормально разговариваю, ну зачем оно тебе нужно было, вот зачем ты бегал за мной? Да, Даро, закроем битсилища, башня. Дань, зачем ты это делал? Не надо, блядь! Не надо это, мой сын! Ты его забанил, что ли? Я его забаню, щас за... Да не надо, подожди, блядь! Да дайте мне с ним поговорить, пиздец! Щас забаню. А он ливнул с игры, как ты с ним поговоришь-то? Да у меня дискорд его есть, щас, подождите. Лан, тогда бы давайте ему наказание за всё, что он сделал. Там более одного... Пиздец. Короче, от день, от часов и... Сука! 36 часов... Щас скажу точно 40 секундочку. 2230 минут. Ух, блядь! Ну вообще, ух, никак. За чё, блядь? Мисклик. То есть, мне с этим гением мысли больше не поговорить. Ладно, разбан. 10 минут, а его на сколько пизданули-то у меня вопросик такой? Насколько это чучело улетело мелкое? День, 13 часов и 10 минут, блядь. На полтора дня его, короче, больше, чем меня забанили. Ебанутся. И понимаете, я не провоцировал его никак. Он сам на это пошёл. Сознательно. Чем это отличается от моих прошлых роликов? А тем то, что... Я здесь реально пытался сейчас отыграть продавца оружия. Я только зашёл, поспрашивал у людей, где можно взять себе построить магазинчик. И всё. Эээ, в чём дело? Куда? Ты чё делаешь? У вас Акарсов? У вас Акарсов? Это не закон. У вас нет Лизэй. Эээй, подожди. Давай я тебе сейчас объясню. Давай объясню, давай объясню. Да постой. Давай. Хорошо. Ты же при обыске увидел это как донатное оружие. В курсе нет? Акар 47 раз выглядел. Да. Но там написано донатное оружие и обычное. У меня обычного нету никакого. А донатное я не достаю. Не-не-не-не-не, не надо, не надо. Уйди, 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 уйди. Дай я объясню просто. Просто если бы я его достал, то да, ты бы на меня основанно бы канул. Но сейчас нет, я ж не делаю ничего. Если бы ты его видел в руках у меня. Всё в порядке, ты просто, ну, в следующий раз осторожней, чуть будь внимательнее. Кстати, у вас ещё есть что-то жёлтое? Что-то жёлтое и большое. Я бы с радостью купил. Сука. Он знает, он в теме. Он хорош, да. Он в порядке. Хорошо. Да что за... Что ты делаешь? Что ты делаешь, дурачок? Ээээ, блядь, ээээ! Помогите нахуй! Он меня стрелял. Самозащита. Я защищался, меня ваша Трупница с ОТом. А не могу помогать, ну-ка. Так у него значка нет, это поддельное. А, 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 а. Это был из-за... Т, т, т из Дастуту-тоум Убаляйте такой план Я дохуй прыгаю и вы по башкетлу А-АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА БЛЯЯЯЯЯЯЯЯ СТУПА А не че, что лицензия на оружие только распространяется? А можешь пойти прогуляться пока что? Есть что-то дешевое, тысяч шесть, хотя бы, что-то в таком пределе Тысяч шесть? Диггаль и одна штука. Давай, давай, Диггл тогда. Можно мне тоже Диггл? Можно мне тоже Диггл? Ну-ка, подождите, постойте, Сэр. 6500. Отойдите отсюда. Отойдите, отойдите отсюда. Вот, в костюме, отойдите отсюда. Что он хочет от меня? Ага, еще так. Все, передал, давай. Если у него... Да, если у него сейчас не будет... Все, ну, да. Зашкирюсь у этих типов. По правилам так можно делать. Все в порядке. Вот законы города, давайте почекаем, если они тут есть. Законы. Запрещается убивать граждан города, иметь при себе оружие без лицензии, иметь денежное... Ха-ха-ха, подождите. Итак, ребята, челик, от которого я убежал на катание, это, если что, не ФРРП, здесь так делать можно. Этот челик хотел меня посадить за то, что я торгую оружием без лицензии, но в законах города не предписано, что на какой-либо бизнес она требуется. И это регулируется, ребята, только мэром. То есть, если мэр пропишет в законах города, что на торговлю нужна лицензия, а у тебя ее не окажется, то ты уже будешь торговать не в магазине оружия, а в тюрьме. И не оружием, а своим еблом. Этому же дурачку нужно было до кого-то докопаться, и он вообще не хотел слушать никаких аргументов и доводов. Иметь при себе оружие без лицензии. На меня еще и розыск повесили. Лицом к стене, лицом к стене. Почему? Я и так стою у стены. Ну, лицом к стене, лицом к стене. Ну, ты меня закоешь в наручники, оно мне надо, ты мне объясни, что такое. Сэр, во-первых, у вас федеральный розыск, и я прошу сейчас... Федеральный розыск, и а что я сделал такое, войну развязал? Да, вы в федеральном розыске, сэр, лицом к стене, лицом к стене, сэр. За нелегальную торговлю оружием, сэр. А с каких пор она нелегальная? У вас лицензии нет. А в законах города не сказано то, что нужно иметь на это лицензию. Я не держу оружие в руках, ты понимаешь, нет? Сэр, это... Лицом к стене, встаньте, лицом к стене, встаньте. Но ты меня хочешь арестовать по тому закону, которого нету. Ну, пойдемте, ну, хорошо, подождите, ну, лицом к стене, встаньте. Я сейчас пойдем по оружию. Может быть, может быть, и пройдем. Я не пойду, посмотри, открой законы. Закон действует всегда, сэр. То есть ты меня уже второй раз просто так заковываешь, серьезно? Я вас не... я вас не заковываю, я иду вас... А что ты, бля, делаешь? Сэр, если вы мне лично не верите, я вам все делаю. Мне? Ты мне лично сам не веришь. Я тебе говорю про то, что в законах об этом не написано. Что ты делаешь? Сэр, я вам по нонерпе говорю, тебе нормально с автокриками? Я тебе по нонерпе говорю, я твой рот ебал. Пошел нахуй. Ага, по нонерпе. Ты, то есть, банк хочешь для себя. Но нужно всегда, да. Подавай жалобу, разберемся. По нонерпе, давай, пиши жалобу, блядь. Спокойно нонерпе, че, у тебя... Давай, говори мне дальше, там по нонерпе хуйню какую-то втираешь. Подавай жалобу, блядь, и дальше иди со мной там разговаривать. Шизик, блядь. Сука, законы открой, посмотри. Там нету ни слова о нелегальной торговле оружием. Без лицензии, которая наказуема. Там сказано то, что носить при себе оружие. У нас мэра нету в городе. У нас мэра в городе такие законы. Вы в курсе, что не по дефолту, а по дефолту это по дефолту. Где написано об этом? Да, забирайте. И вот это вот, дружнино, забирайте. Смотрите, у него получается автокликер, во-первых. Докажи. То есть у тебя на демонстрации экрана видно, что у меня на рабочем столе и что на экране происходит? Серьезно? Ты это хочешь сказать? Когда, понимаете, с такой скоростью невозможно развязываться без автокликера. Товарищ администратор, пойдемте в эскорт, я вам покажу. Угу, пошлите. Ты серьезно? В какую комнату? Стоп, а если у меня не будет автокликера, то у тебя будет, получается, ввод в заблуждение, правильно? Нет, царь, на демонстрации экрана тщательно видно, что это автокликер. Тщательно видно, что? В диспетчере задачи процесс открытый. Так царь, вводите. Заходите в приват. 1-1. Заходите в приват 1-1. Сейчас, если они у меня автокликер найдут, это пизда будет вообще. Ну, у меня пальцы мощные, они натренированные, пиздец. У меня эспандеры появились неделю назад, сука, я руки тренирую, чтобы хоть как-то мог я пальцами двигать. Блядь, если бы про автокликер узнала бы, ну, мне бы, ну, нехорошо бы пришлось по жизни. Че, пруфы есть того, что у меня автокликер? Пруфы-то есть, просто админ. Ну, пруфы какие? Я тебе показывал, что у меня на компе? Господи, у меня демка есть. Сэр, с такой скоростью невозможно кликаться, о чем вы? В смысле? Это просто невозможно. Ты че, девочки, никогда не теребил? Без прочих, сэр. Я вам даже больше скажу, у меня на мышке есть x2 клик. Я когда... Я тебя поздравляю, а мне он нахуй не нужен, потому что у меня пальцы в порядке. А, да все, сейчас пиздец. Что, да все, факты кончились или че? Меня за автокликер пытаются взъебать, хотя у меня вон в процессах ничего такого нету. Это ж, ну, экзешник какой-то, правильно, нет? Что, блядь, тут такое у меня? Где тут автокликер? Я не знаю, может по алфавиту, по имени поискать. А. Да жена, а нихуя нету, сука. Все, я загружала, здесь я не увидела, что не все. Сказали, что с такими вещами только старше вместо того собирается. С какими вещами? Ты сейчас совсем ебнулся. С автокликером сказали, что с таким только разбросался. Блядь, да ты докажи, что у меня есть автокликер. Может, давай знаешь, как сделаем? Ты меня обвиняешь, и ты вводишь в заблуждение администратора. У тебя получается нарушение уже есть. Ну, давай, закуй меня еще раз, и я тебе докажу, что возможно. Не, подожди, слышишь? Я тогда его сам забаню. Я его тогда сам забаню. Сейчас особо в РП процесса не встревай. Ты че тут? Ты че тут? Что? Давай, ладно, еще раз отрепетируем заново. Привет. Ладно, еще раз попробуем. Привет. А вы кто? Ну, я не знаю, не учили, может быть, на привет отвечать так же приветствуем. С незнакомцем у меня учили не разговаривать. Они мне, блядь, покоя дадут хотя бы раз, нет? Ну, что это за хуйня? Блядь. Еще один жалобу на меня под... Дайте, блядь, поиграть нормально, вы заебали меня уже. Привет. Сейчас остальные поток просто фраз, не связанных между собой. Послушай, я тебе выдаю бан за ввод в заблуждение администрации. Ты попытался обмануть администратора, но ничего не получилось. Какое ввод в заблуждение? Я по администратору сказал, этим разбираться только... Да, 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 да. Он сказал, что я этим разбираться не могу. Это не ввод в заблуждение. Блядь, ты на уверенных чах утверждаешь, что у меня что-то есть из ПО. У меня этого нету. Господи, ну потому что у меня есть демка, на которой это видно. И мне сказали, этим разбираешься, что администрация... Нет, 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 ты врешь, ты врешь, ты врешь. Ну мне пока... Ну мне... Я... Где вру? Где вру? Ты врешь, ты врешь, ты врешь, ты врешь, ты врешь. 10 часов бана, я заебался уже тебе объяснять адекватно. За что? Так и за что, господи, нет, подожди, ну за что? Да не буду я ждать, нихуя, я не хочу с тобой говорить. Нет, за что? Блядь, ты до меня доебываешься, потом подаешь на меня жалобу, пытаешься обменить в том, что я не делал, а потом удивляешься, почему же я тебя хочу забанить теперь, да? Где я тебя пришел, что я это не делал? Все, одинаково. Мне показалось, что у тебя сторонняя программа. Да, ну крестись, блядь, значит, раз показал и заебал меня уже. Нет, Бл. Не тебя жалоба. На МП-4 там тип какой-то. О, жалоба на ФРРП, просто он тебя наставлял. На Катану не распространяется. Запятая, это была Катана? А че ты сразу не сказал, что это была Катана? Это была Катана? Без, да. Ну, так Катан, на Катану не распространяется право ФРРП, только полагенник. Ты мне сказал, что он просто достал оружие, а мне не про Катану не сказал ни слова. Нарушений нет. Так, я надеюсь, в этот раз у меня получится магазинчика отгрохать. Ну, типа отгрохать. Алло? Вылези из туалета. Что такое? Вы благодарите оружие. А, да, да, извиняюсь. Да, да, в торговом центре. Еще раз извини. Все, все, все хорошо. Дайте мне нож. Одну штуку нож? Тысяча долларов. Да, пожалуйста. Иду. Оталужу. Я оталужу вам. Здравствуйте. Я к вам просьба. Здравствуй. Ну, бери, бери. Можем зайти, пожалуйста, сюда? Да, я не увидел. Разговорение в Далмут. Ну, и напоследок, вот вам немножечко материала из самой-самой сырой версии умного дома. Тогда дом еще не обзавелся искусственным интеллектом и не мог распознавать, когда нужно взрываться, а когда нет. Ладно, вы хотели РП? Я, блядь, сейчас придумаю РП. Бля, у меня есть сленки? Нету? Вот мне интересно. Могу я сейчас себе сленки позволить? Оружие. У меня магазин получится, ребят, с подвохом. Оружие продаю. Покупаешь, и нужно. Хорошо. Ты повнимательнее чуть посмотри. Вот туда. Туда, туда, туда. Ну, если взорвешь, тогда взорвемся все. Бери. Да, сука, нормально не продумать вообще. Я понял, что мне нужно делать. Я, кажется, допер. Но мне надо прям это хорошо проработать. Ну, давайте для интереса вот чисто. Куда она вот достает? И если я вдруг уберу ее. Тогда сделаем блок из дверей. Ну, я думаю, двух сишек хватит вполне. Надо будет это еще продумать. Я чуть-чуть попозже открою пару сек, ребят. Я вам продам и отдам все, что нужно. Первый тест не удался. Надо сделать еще опыты провести. Видимо, что-то я сделал не так. В моих подсчетах, кажется, что-то было неправильно. Да, я сейчас открою вам. Блядь, я сейчас потею нахуй, ребята. Народ. Я не хочу, здравствуй. Да, 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 привет, привет. Так. Здравствуй. Открылся? Здравствуйте. Да, да, да. Здравствуй. О, отлично, отлично. Здравствуй. А с барной слезьте вот так вот будем говорить. Здравствуйте. Здравствуйте, да, да, да. Что такое? Здравствуйте. Минимальный автомат, сколько стоит? XM стоп. Ящик или поштучно? Ящик. XM будет стоить 25 тысяч ящик. Выйдите, пожалуйста, пока что. У меня тоже такой вопрос, что это такое что было? А, я даже не знаю, я даже не включал ничего. Видимо, грязная бомба дала сбой. Продолжение следует... Смотрите.